Всем здравствуйте! Тема нашего урока – испарение и конденсация, насыщенные и ненасыщенные пары, влажность воздуха. Испарение – это явление перехода твердых и жидких тел, соответствующих им газообразных состояний. Пары – переход, не сопровождающийся разложением молекул сложных тел на составляющих их атмосфер. Процесс испарения является обратным процессом конденсации, то есть переход из парообразного состояния в жидкое. При испарении с поверхности жидкости или твердого тела вылетают частицы, то есть молекулы или атомы. При этом их кинетическая энергия должна быть достаточной для совершения работы, необходимой для преодоления сил притяжения со стороны других молекул жидкости. Конденсация Конденсация паров – это переход вещества в жидкое или твердое состояние из газообразного. Конденсация имеет место во многих теплообменных аппаратах, во объяснительных установках, технологических аппаратах. Важнейшее применение на ТЭС – конденсаторы паровых турбин. В них конденсация происходит на охлаждаемых водой трубах. Максимальная температура, ниже которой происходит конденсация, называется критической. Пара, из которого может происходить конденсация, бывает насыщенна или ненасыщенна. Насыщенный пар – это пар, находящийся в темно-динамическом равномесе с жидкостью или твердым телом того же состава. Давление насыщенного пара связано определенным для данного вещества с зависимостью от температуры. Когда внешнее давление падает ниже давления насыщенного пара, происходит кипение или возгонка, когда оно выше напротив, конденсация или десублимация. Для воды и многих других веществ, имеющих твердую фазу, существует значительная разница в давлении насыщенных паров над поверхностью жидкости и твердой фазы. Ненасыщенный пар – если в пространстве, содержащем пары, какой-либо жидкости может происходить дальнейшее испарение этой жидкости, то пар, находящийся в этом пространстве, является ненасыщенным. Ненасыщенный пар Пара, не достигшая динамического равновесия со своей жидкостью. При данной температуре давление ненасыщенного пара всегда меньше давления насыщенного пара. При наличии над поверхностью жидкости ненасыщенного пара, процесс прообразования преобладает над процессом конденсации, и потому жидкости сосудей в течение времени становится все меньше и меньше. Влажность воздуха Влажность воздуха – это содержание водяного пара в воздухе, характеризуемое рядом величин. Относительная влажность Отношение партиального давления паров воды в газе, в первую очередь в воздухе, к равновесному давлению насыщенных паров при данной температуре. Обозначается греческая буква «фи» измеряется геогрометром. Эквивалентное определение Отношение массовой доли водяного пара к воздухе и максимально возможной при данной температуре. Относительная влажность воздуха Важный экологический показатель среды При слишком низкой или слишком высокой влажности наблюдается быстрая утомляемость человека, ухудшение восприятия и памяти. Спасибо за просмотр. Надеюсь, всем было понятно. Относительная влажность Относительная влажность